Ограничения введены на 6 месяцев, а это значит, что все это время банк не может принимать вклады, оформлять кредиты, торговать валютой. И это требование Центробанка нарушать нельзя. Клиентов тем временем просят не беспокоиться о своих вкладах. Банк является участником системы страхования, а это значит, что при наступлении такого случая выплаты произведут в стопроцентном объеме. Для миллиона четыреста у вкладчиков и у индивидуальных предпринимателей вклады застрахованы в АСВ, агентство по страхованию вкладов. Даже в случае какой-то ситуации, что банк не сможет их выдавать, в конечном итоге, да, выполнять свои обязательства, в конечном итоге все эти вклады будут получены за миллион четыреста. Причиной запрета стали недосозданные резервы по кредитам. Центральный банк во время проверки оценил эти риски как высокие, а создают резервы из собственных капиталов. По словам финансовых аналитиков, сейчас руководству банка необходимо найти средства, чтобы закрыть эти резервы. В целом Енисей очень сильный региональный банк. По итогам прошлого года он занял 235 место по размеру активов. И такие финансовые организации должны работать в крае. Это институт, да, то есть как бы такой средний институт финансовый, то есть Енисей, не мелкий банк, во-первых, да, то есть Енисей там в второй сотне или в третьей сотне, то есть не мелкий банк довольно-таки, это средние банки, чтобы средние банки тоже в нашей системе были. Потому что, скажем, такая монополия, да, то есть крупных банков на проведение всех операций, это не очень хорошо, потому что в данном случае система становится менее устойчивой. Представители банка уже обратились в арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о признании решения Центробанка недействительным. Это не фатальная ситуация, сразу же за этим не последует отзыв лицензии, безусловно, это просто как сигнал, что банку необходимо довнести денежные средства в ЦБ. И в случае, если они это сделают в установленные сроки, то тогда банк продолжит свои операции. Ситуацию сегодня прокомментировал и губернатор Виктор Толоконский. По его мнению, это нормальный процесс работы банков, но главное, чтобы не пострадали вкладчики. Процесс оздоровления банковской системы идет. Был большой период, когда банки создавались на каждом углу, и банков было много. Поэтому сейчас, ну, некоторое упорядочение банковской деятельности, оно осуществляется естественным путем и с помощью регулятора, каким является Центральный банк. Но уверен, что в банке Енисея все будет хорошо. Банк Енисея был создан в 1990 году. Это один из трех банков, которые имеют изначально красноярскую прописку и до сих пор здесь работают. Все остальные региональные финансовые учреждения, которые осуществляли банковскую деятельность, уже ушли в историю. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова